Коллеги, всем добрый день. Давайте для начала проверим, все ли нас слышат и видят. Поставочки, плюсики. Отлично. Есть контакт. Ну, тогда мы начинаем. Раду приветствовать вас на нашем вебинаре. Сегодня мы поговорим о путевых листах и оптимизации трудозатрат диспетчеров с помощью Axelot TMS. Меня зовут Светлана и мой коллега Сергей. Сегодня мы для вас проведем этот вебинар. Добрый день. Немного расскажу о тайминге. Ориентировочно наш вебинар займет около 45 минут. И в конце вебинара, как обычно, мы ответим на ваши вопросы. В рамках сегодняшнего вебинара мы рассмотрим инструменты по сокращению времени работы диспетчеров и механиков, а также продемонстрируем инструменты контроля движения топлива на предприятии. В процессе демонстрации будет представлен функционал расчета не только показателей расхода топлива на транспортные средства, но и в связке с установленным дополнительным оборудованием. Всем известно, что путевой лист – это документ учета контроля работы транспортного средства и водителя. На уровне федерального закона перевозка пассажиров, багажа, грузов транспортными средствами без оформления путевого листа запрещена, поэтому путевой лист является обязательным документом, который должен иметь при себе водитель. Бухгалтерской службой компании производится контроль заполнения документа, так как на основании данных путевого листа осуществляется переселение зарплаты водителя. Когда в компании процессы не автоматизированы, то выписка путевых листов на автоколонну может занимать несколько часов, что, безусловно, приведет к задержкам рейса и ошибкам. Сейчас готова передать слово своему коллеге Сергею, чтобы он более детально раскрыл тему путевых листов. Да, спасибо, Светлана. Добрый день, уважаемые коллеги. Сергей, тебя не слышно? Слышно. Еще раз. Добрый день, уважаемые коллеги. Несомненно, ручное формирование документов в любой сфере – это долгий, предоемкий и в какой-то мере ответственный процесс. В нем, как минимум, есть вероятность допустить ошибку, скрыть или потерять какую-то нужную информацию. Также при дальнейшей обработке и анализе довольно трудоемко и долго выявлять расхождение, например, те же заправки, сливы и пережоги. Кроме того, путевые листы могут быть разных форм для грузовых, для пассажирских перевозок, а также услуг спецтехники. Все эти факторы провоцируют ошибки в оформлении, соответственно, и увеличивают время на их обработку. По опыту внедрения систем в разных компаниях могу сказать, что до внедрения Axelot TMS где-то использовались полностью пустые бланки путевых листов, которые заполнялись от руки. Хорошо, если это было где-то частично автоматизировано через всеми любимые Excel. Однако при таком подходе на ведение контроля уходит достаточно много времени. То есть нужно собрать все путевки, перенести всю информацию во внешние расчетные таблицы и проанализировать. Допустим, у нас есть парки с 30 машин, на которые нужно сформировать путевые листы. В этом документе, как минимум, согласно требованиям Минтранса, должен быть заполнен перечень обязательных полей, такие как сведения о транспортном средстве и водителе, сведения о перевозке, срок действия документа, тип транспортного средства и прочее. Если парк состоит из неоднотипных транспортных средств, задача по формированию путевых листов становится достаточно сложной. Сложность заключается в расчете норм для разных видов транспортных средств, что влечет за собой трудности с поддержкой актуальности расчетов, создания нескольких шаблонных файлов, а также есть риск ошибочного выбора шаблона путевого листа. Как результат, если взять эти же 30 машин и среднее время на выписку путевого листа 3 минуты, уже получаем полтора часа в день. Наиболее удобным способом выписки путевых листов является использование специального программного обеспечения для автоматизации транспортной логистики. Система Axelot TMS содержит актуальные формы путевых листов, которые утверждены Минтрансом. Они предоставляют удобную возможность внесения всех данных без погрешностей для точного учета расходования ГСМ и прочих показателей. При наличии инструментов автоматизации, которыми обладает Axelot TMS, возможно этот процесс оптимизировать. То есть автоматически заполнять путевые листы на основании нормативно-справочной информации, которая введена в систему, пакетно печатать путевые листы и получать информацию о конечном пробеге и конечном оставке топлива через систему спидникового мониторинга. Сейчас я начну показывать это, как выглядит в системе и продемонстрирую. Первый способ снижения времени работы – это снижение вероятности ошибок заполнения до минимума посредством автоматического заполнения этих документов. Например, в зависимости от выбранного транспорта я создаю путевые листы на основании рейса, по нашему это маршрут. И в зависимости от выбранного транспорта в документе у нас автоматически подтягивается используемое топливо этим транспортным средством. Если их несколько, то их несколько подтягивается. Также подтягивается норма расхода топлива по двум видам. Также устанавливается гараж, откуда машина будет выезжать. И если машина оборудована в дополнительном оборудовании, то, соответственно, эта информация также у нас подтягивается. С ее нормами расхода. Дальше в этот путевой лист мы устанавливаем водителя, например, в зависимости от его графика работы. А заключение о допуске к началу работы мы можем получать интеграционно от системы медицинского освидетельствования. Также автоматически заполнять ответственных за выпускную линию неисправного транспортного средства и здорового водителя, то есть медработника, механика и диспетчера. Ну и период действия устанавливается в соответствии с плановой длительностью рейса. Вот на примере автоматически созданного путевого листа мы можем сформировать печатную форму этого документа и, соответственно, проследить наполнение всех полей. Информация о транспортном средстве водителя с его правами автоматически подтягивает. Гаражные номера, табельные номера, информация о выезде из гаража и въезде, начальном пробеге, информация по топливу. Также система позволяет ускорить выписку путевых листов с помощью пакетной печати, то есть мы заранее сформировали там 30 документов на эти 30 транспортных средств и можем списки выделить и отправить на печать. Для этого в системе мы переходим в раздел путевых листов. У нас есть, допустим, 4 путевых листа, мы их выделяем и отправляем на печать в соответствующую форму. Забегая немного вперед, при использовании интеграции с системами спутникового мониторинга транспорта можно автоматически подгружать в путевый лист данные от трекеров по конечному пробегу и данные по остатку топлива с датчиков уровня топлива. Для этого мы также, как и обычно в документе, должна быть установлена машина, которая оборудована датчиками. По этой машине должен быть выдан этот путевый лист и при возвращении диспетчер выполняет команду рассчитать пробег по данным датчиков и у нас информация автоматически подтягивалась. То есть мы это получили от систем спутникового мониторинга. Такая же команда есть для подтягивания информации с датчиков уровня топлива. То же самое у нас есть две нормы расхода. У нас есть начальный остаток по этому топливу. Соответственно, мы можем выполнить команду рассчитать конечный остаток топлива по данным датчикам. Эта информация нам подтянется. При отсутствии интеграции с системами спутникового мониторинга конечный остаток можно рассчитывать по нормам расхода, которые мы ввели в систему. Например, у нас есть транспортное средство. По нему мы ввели норму расхода и на основании этой нормы расхода мы можем рассчитать конечный остаток топлива. То есть сейчас я выполняю команду расчета. И, соответственно, у меня было начальный остаток 60, стал 38. Если эта информация не соответствует с той, которую передает водитель, то ее можно корректировать вручную. Допустим, он сказал не 38 литров, а 40 осталось. Соответственно, мы эту информацию здесь корректируем, можем записать и увидеть сразу же в этом документе экономию или пережог. В данном случае у нас по этому топливу экономия. Также, если путевые листы возвращаются не день в день, на этот случай система имеет возможность автоматического пересчета остатков в новых путевых листах. Например, по одному транспортному средству создали на неделю путевые листы и рейсы. Тогда при возвращении первого путевого листа система автоматически пересчитает начальные остатки во всех остальных сформированных путевых листах. Дальше. Также есть возможность автоматически подгружать в путевые листы заправки, полученные от топливных компаний. То есть топливная компания раз в месяц из личного кабинета может выгружать файлик определенного формата, который мы можем загрузить в ТМС. И с помощью этого инструмента у нас во все сформированные путевые листы, которые подпадают под период, подтянутся в автоматические заправки с количеством, с ценами и так далее. В целом, для централизированного учета всех путевых листов в системе есть специализированное рабочее место диспетчера гаража, в котором отображается сводная информация по всем документам, которые связаны с путевыми листами. Причем ее отображение может настраиваться под каждого пользователя отдельно. Например, разделение обязанностей между механиками по гаражу. Соответственно, команды о выдаче, возвращении путевых листов вы видите на экране. Здесь можно будет удобно работать. Дальше мы перейдем к расчету норм расхода и надбавок. Демонстрацию выключим. Возвращаемся к презентации. Да. При формировании аналитики расходы на ГСМ составляют порядка 40%. Поэтому очень важно правильно планировать маршруты и подбирать нужные транспортные средства для осуществления перевозки. Начнем с того, что в системе Axelot TMS можно автоматически планировать маршруты по заявкам на перевозку, которые содержат плановое расстояние по рейсу и его длительность. Эта информация позволяет рассчитывать плановый расход ГСМ и накапливать аналитику для дальнейшего контроля. Для того, чтобы рассчитывать максимально точный расход, можно для любого транспортного средства и дополнительного оборудования, установленного на транспорт, задать правила расчета расхода горючих смазочных материалов, в том числе и топлива. С помощью этого инструмента на основании планового фактического расстояния по рейсу мы будем видеть рассчитанный расход топлива. Начнем с того, что можно устанавливать норму расхода как на модель транспортного средства, например, на все газели, так и на конкретное транспортное средство с регистрационным номером, потому что даже при помощи одинаковых характеристиках расход может быть разным. Связано это с множеством факторов, например, с длительностью эксплуатации. То есть, как правило, новые транспортные средства потребляют меньше топлива, чем возрастные. Сейчас рассмотрим в системе эту настройку. Также включаю демонстрацию. В системе можно учитывать базовый расход на 100 километров, либо на 1 час работы. И, соответственно, при перевозе груза мы можем учитывать изменение расхода в зависимости от количества тон, которое мы ведем на транспортном средстве. Кроме базового расхода мы можем учитывать надбавки, которые считаются несколькими способами. Надбавки, разнообразный расход на отопитель, кондиционер, горность, сложность дороги и так далее. Рассчитывать мы можем четырьмя способами. Это в процентах, в литрах в час, в литрах на 100 километров и в литрах на операцию. Для примера, в процентах мы просто к базовому расходу прибавляем то количество процентов. Это может быть актуально, когда у нас переход на зимний расход. То есть все транспортные средства на несколько процентов, на 5-10 процентов, начинают расходовать больше топлива. Если мы указываем литры в час и литры на 100 километров, то в системе появляется возможность вводить вручную то количество часов и километров, которое было использовано в течение рейса. Ну и литры на операцию тогда, когда у нас, например, машина оборудована каким-то дополнительным оборудованием, которое выполняет определенные действия. Например, гидроборд, он на один цикл работы опускания платформы и поднимания платформы может тратить определенное количество топлива. Эту информацию мы также можем учитывать. Соответственно, на эту операцию мы можем задавать определенное количество топлива. Кроме того, если транспортное средство оборудовано, если транспортное средство не подходит к типовым методам расчета, мы можем задать свою формулу расчета. Теперь мы перейдем к документу. То есть данным документом мы установили норму расчета, теперь мы перейдем к путевому листу. Сейчас откроем. Данный путевой лист у нас находится в статусе «Новый». По нему мы его выдаем и, соответственно, печатаем эту форму и выдаем водителю. Водитель с этой формы уезжает в рейс, возвращается, приносит информацию, что у него конечный пробег, например, стал 5100 километров, ну, 100 километров для простоты расчета. За рейс он выполнил заправку. Заправку мы сейчас также указываем. Указываем, что это заправка, указываем количество. Дальше мы должны указать надбавки, которые мы добавим к расходу. Но, повторюсь, то, что если мы указываем в процентах, мы просто к базовому расходу прибавляем 10%. Если мы указываем литр на 100 километров, то тут мы должны вручную прописать то количество километров, которое было пройдено с этой надбавкой. Допустим, указываю вот так вот. И, соответственно, при указании конечного пробега, указании надбавок, выполняем команду рассчитать конечный стадок топлива. Получаем число, на которое мы ориентируемся, которое мы сравниваем с той информацией, которую нам передал водитель. Если она не соответствует, мы можем ее поменять вручную. И после запистина эта информация появится. Вот информация о пережоге или экономии. Также, если машина оборудована дополнительным оборудованием, то эти действия повторяем еще раз. То есть для дополнительного оборудования также указываем количество моточасов, которое оно проработало. Выполняем команду рассчитать. Видим плановый расход 3 литра 300 миллилитров и указываем его, конечный остаток топлива в соответствующем поле. Вот. И выполняем команду возвращен. Если конечный остаток, рассчитанный по формуле, не совпадает с тем, что передал водитель, то мы можем попробовать, ну не попробовать, а есть такая возможность рассчитать, нормативный расход с расшифровкой. Здесь мы в этой форме увидим топливо, по которому рассчитываем, увидим базовую норму расхода для этого топлива. И увидим расшифровку, где, на каких плечах, сколько литров у нас рассчиталось и потратилось. То есть базовый расход 18,200 плюс надбавки и второй вид топлива, бензин. То же самое, то же самое расшифровка. Тут вот очень удобно посмотреть, как происходит расчет. Вот. Подытожив, на выходе получаем гибкий механизм расчета расхода топлива, приближенный к реальности, который поможет анализировать получаемую информацию от водителя и сравнивать его с рассчитанным значением. Сейчас перейдем к возможностям снижения нагрузки на диспетчера и водителя. Для того, чтобы уйти от ручной распечатки и выдачи путевых листов, существует специальное рабочее место водителя, в которое он может попасть либо со стационарного компьютера или терминала. Для этого ему нужно отсканировать лишь свою карточку SCUD, штрих-код, либо ввести логин и пароль, и сотрудник попадает в свой личный кабинет. Да, система позволяет без участия диспетчера и механика получить полностью заполненный путевой лист и ввести, конечно, остатки после исполнения рейса. Для этого водитель авторизуется, из рабочего места печатает путевой лист, уезжает в рейс, то есть начинает его исполнять, и после исполнения рейса возвращается, снова входит в систему и вводит информацию о заправках, конечной пробеге и остатке топлива. Сейчас я включаю в систему демонстрацию. Для того, чтобы водитель попал в личный кабинет, у него должен быть сформирован путевой лист. У нас есть такой путевой лист, вот на Дмитрия Клобукова. Теперь я открываю рабочее место водителя и ввожу параметры входа. То есть, как сказала Светлана, можно войти несколькими способами, сканировать карточку SCUD, либо по логину с паролем, либо по штрих-клоду. Сейчас я вхожу по штрих, ой, по логину. Клобуков, да, и ввожу пароль. Выполняю команду войти. Здесь я могу распечатать путевой лист и, соответственно, по нему выехать на исполнение рейс. Вот. Для того, чтобы мне сейчас пройти дальше и ввести конечный остаток, я печатать его не буду. Я введу номер путевого листа. Вот я его скопировал. Отставляю и нажимаю Enter. Допустим, я водитель, я все, я рейс исполнил, я приехал на склад и ввожу конечные остатки. Сначала первым делом я ввожу заправки. То есть у меня в течение рейса была заправка. Указываю количество топлива, которое я заправил, например, 30. Вид ГСМ, который я заправил, это у нас, допустим, бензин. Выполняю команду добавить. Перехожу в остатки и ввожу конечный пробег. На моей машине, конечно, пробег 65 150 километров. Ввожу конечный остаток топлива, например, 40 СПГ, 30 бензина. Выполняю команду подтвердить. И на этом работа водителя, в принципе, завершается. Он после этого закрывает рабочее место. А мы, в свою очередь, в документе путевого листа видим всю информацию. Сейчас я снова перехожу в список путевых листов, обновляю. И у меня путевой лист на Клобукова Дмитрия изменил статус снова на возвращен. У нас указаны заправки, которые отразил в рабочем месте. У нас указаны конечные остатки, конечно, пробег и конечный остаток топлива. Вот. Интерфейс рабочего места достаточно минималистичный и интуитивно понятный, из-за чего не требовалось дополнительного обучения водителей. Демонстрацию выключил. Переключил. В системе ТМС есть ряд отчетов, благодаря которым можно выявить несанкционированные сливы топлива и пережоги, убыточные транспортные средства из-за повышенного расхода и, естественно, принятие соответствующих решений для экономии средств компании. Примером таких отчетов может стать первый отчет – это контроль расходов ГСМ. На нем можно увидеть все движения гречесмонарственных материалов, разрезы транспортного средства и виды гречесмонарственных материалов, в том числе заправки, сливы, отклонения от планового расхода и прочее. Следующий отчет – это анализ данных о заправках топливных компаний, который позволяет сопоставить информацию о заправках, указанных в путевом листе на потопленной карте водителя, то есть система отбирает путевые листы в том периоде загрузки, что и загружаемый файл, сопоставляет водителя и топливную карту, сопоставляет дату заправки и период действия путевого листа, ну и, соответственно, добавляет заправки. И следующий отчет – это анализ расхода топлива по данным датчиков, который, в свою очередь, позволит на графике увидеть расход топлива в течение периода, то есть у нас есть одно транспортное средство, у нас есть дни, соответственно, мы видим на графике, как это топливо снижается. Благодаря автоматической маршрутизации можно только на данном этапе сэкономить топливо, а при оптимизации работы диспетчера механика введения контроля расхода ГСМ процесс становится прозрачным и экономии будет еще больше. При этом диспетчеру и механику не нужно тратить время на свод документации. Информация накапливается в системе и всегда доступна в отчетах. Для примера можно взять средний месячный клад диспетчера в 50 тысяч рублей и уменьшив его обязанности процентов на 20, тем самым сократив его рабочий день, можно экономить на одном диспетчере 10 тысяч рублей в месяц, что есть 120 тысяч рублей в год. Если диспетчеров и механиков больше, чем один человек, то экономия кратно увеличивается. При этом не забывая, что также экономия будет в части горячих смазочных материалов от автоматического планирования заявок по маршруту, а также от контроля движения горячих смазочных материалов. То есть выявляем сливы, пережоги топлива, выявляем ответственных и принимаем решения. Коллеги, резюмируя все вышесказанное, хочу отметить, что система Аксилот МС не только инструмент планирования, но и обладает широкими функциональными возможностями для автоматизации процесса всего транспортного подразделения. Но более детальными мы поговорим об этом на наших следующих вебинарах. А сейчас мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять в чате, либо во вкладке «Вопросы». Также хочу отметить, что если какие-то вопросы будут требовать детальной проработки, мы обязательно с вами свяжемся и уже в индивидуальном порядке разберем их. Так, коллеги, ждем вопросы. Хорошо. Продолжение следует...